Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о разъяснении решения суда. И напоминаю вам, что если у вас есть какие-то юридические вопросы, необходимость подготовки исков, апелляций или касаций, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, когда мы говорим о том, что возникает необходимость в разъяснении решения суда, то такая необходимость, исходя из смысла закона, проистекает тогда, когда непонятно само решение. К примеру, там, где речь идет о взыскании долга, непонятно с кого взыскать долг, в чью пользу, в какой сумме, в каком порядке, к примеру, солидарно или в долевом участии. И иные вопросы. Если это касается, к примеру, обращения взыскания на имущество, нельзя сделать однозначный вывод о том, какое это имущество, где оно находится, какой порядок взыскания, какая цена на аукционе и так далее и тому подобное. Если это касается восстановления нарушенных прав, непонятно, какое право, каким образом, каким способом нарушить. Если речь идет о признании правоотношений несуществующими, какие правоотношения необходимо признать несуществующими и так далее. Вот это как раз и есть, дорогие друзья, то, что является основанием для подачи заявления о разъяснении решения суда. Если же вы просто не согласны с решением суда, то, соответствующим образом, конечно же, это не является основанием для того, чтобы разъяснять решение суда. К примеру, вы не согласны с тем, что взыскан долг в вашу пользу. Нельзя спрашивать суд о том, а почему вы удовлетворили это решение. Это должно быть мотивировано в самом решении суда. Если отсутствует мотивировка в решении суда, это не повод для разъяснения и для дополнительной мотивировки суда. Дополнительную мотивировку в решении суда включать нельзя. Поэтому, если отсутствует мотивировка, это основание для подачи апелляционной или касационной жалобы. Поэтому, если у вас возникают вопросы о том, каким образом действовать, либо получать разъяснение решения суда, либо при отсутствии надлежащей мотивировки его принятия, подавать на него апелляционную или касационную жалобу, можете обратиться ко мне, непосредственно прислать решение, и я вам помогу с этим вопросом. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!